Самой яркой частью московской выставки «Электротранс» оказались троллейбусы. Вот это, например, «Адмирал» модели 6281. Компания транспортной системы выпустила больше 350 таких машин, к слову, на бывшем заводе «Тролзе» в Энгельсе Саратовской области. А это рестайлинговая версия с очень многими изменениями. «Адмирал» — наследник модели «Мегаполис», отпочившей «Тролзе», но обновляют его регулярно. Вот такой была прошлогодняя модернизация со спорными местами вдоль борта на галерке. А теперь салон перекомпонован и иначе подсвечен. Водителю же достались новая панель, руль с кнопками и современные ассистенты вроде контроля давления в шинах, датчиков дождя и света и камер кругового обзора. Мы специально сделали новую модель для больших городов, чтобы на нас обратили внимание. Именно на троллейбус, как на вид транспорта. Потому что существовал определенный некий стереотип о троллейбусе, как о некрасивом, неэффективном виде транспорта. И вот наша модель, она призвана сломать в корне этот стереотип. Мы провели также дополнительные расчеты, основанные на сайте госзакупок в соответствии с приказом 351-го Минтранса по расчету ННЦК по брутоконтрактам. Наш троллейбус, причем он стоит как бы недешево, мы не производим дешевую технику. Он оказывается на жизненном цикле 15 лет дешевле по сравнению не только с электробусами, но и с автобусами, дизельными и газовыми, даже с учетом построения контактных сетей для наших машин. То есть все это окупается. Модульная тяговая батарея теперь вмещает минимум 61 кВт-час вместо 50. Ячейки типа NMC, естественно, импортные. Но компонуют их и пишут программное обеспечение в России. Батареи поставляет саратовская ПК «Энергетические системы» или петербургская фирма САЭ – «Система автономной энергии». Мы, когда делали динамическое испытание, мы поняли, что чем троллейбус быстрее разгоняется, тем он лучше экономит. Поэтому мы сделали нашу машину очень динамичную, что она ездит под контактной сетью быстро, что она на автономном ходу едет быстро. То есть если самая плохая дорожная обстановка, снег, малая эксплуатационная скорость, то мы расчетно гарантируем 20 км пробега. На испытаниях вот этого конкретного троллейбуса в Саратове летом мы проходили 44 км без климатики и 31 км с нагрузкой и с включенной климат-системой. Троллейбус с автономным ходом заряжает батарею в пути, проезжая под контактной сетью, и не простаивает на конечных. Цена одной машины в пределах 30 миллионов рублей, но эти цифры сильно разнятся в зависимости от комплектации и условий гарантии. Для сравнения, закупаемые Москвой электробусы сейчас стоят более 60 миллионов рублей.